Привет, я Аня и ты на канале Magic Family И сегодня, ребята, мы с моими питомцами будем проверять лайфхаки для собак и кошек Ребят, ну... Моей собаки Софи сегодня, к сожалению, снова с нами нет, потому что она болеет Я ее состояние держу вас в курсе в Инстаграме и ВКонтакте Надеюсь, она скоро присоединится к нам Спасибо за поддержку вам А мы начинаем! Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики о жизни нашей веселой И поехали! Я нашла в интернете такой волшебный лайфхак для кошек Которые, говорят, используют профессиональные грумеры, чтобы расчесывать кошку Чтобы она не психовала, ведь многие кошки не любят расчесываться Нужно сделать круг на полу и якобы он так притягивает кошку Какой-то он реально магический, что кошка не хочет выходить из этого круга И тогда ее проще расчесать Сейчас мы проверим это на Алиске Я сделала кружок и Алиса должна очень захотеть попасть внутрь этого круга Но, по-моему, ей пока все равно на него Давайте попробуем Алису посадить в круг и посмотрим, выйдет ли она за него или нет Мне кажется, она вообще будет просто играть с этими нитками Конечно, выйдет! Я решила сделать круг из поводка Давайте не отчаиваться Садись в круг Смотрите, ребят, пока что Алиса реально сидит в круге из поводка И не выходит за его территорию Ну, в смысле, не встает, по крайней мере Давайте попробуем ее расчесывать Алис, тебе нравится в кругу лежать? Ну, приятно ведь, да? Сложно сказать, но она пока что действительно из круга не выходит и дает расчесываться Давайте попробуем проверить, как Алиса будет реагировать на расчесывание без круга Она думает, что расчески это игрушки Я не играю с тобой, я пытаюсь тебя расчесать Алиса! Алиса! Попробуем еще раз Блин, ребята, это какое-то реально волшебство Она дает расчесываться, когда лежит в кругу Ставьте лайк, ребята, если вы тоже любите лайфхаки И тогда я буду снимать еще проверки лайфхаков А также ролики просто про топовые лайфхаки, которыми пользуюсь я для питомцев А еще напишите в комментариях внизу, какой у вас питомец И применяли ли вы когда-нибудь лайфхаки какие-нибудь для него Я нашла еще один лайфхак Это если у вас какие-то дела или вы хотите посидеть в телефоне А поиграть с питомцем все-таки нужно Можно привязать просто вот такую вот игрушку или любую другую На палочке и веревочке к ноге Вот и посмотрим, на кого из питомцев сработает этот лайфхак Вот, предположим, сижу я такая в телефоне И заодно тренирую ноги Кто обратит внимание? Алиса и ее мечу, конечно же Но на самом деле, когда ты сидишь в телефоне с такой игрушкой Хочется скорее смотреть на то, как играют питомцы Кошка точно! Чтобы собачка не потерялась на прогулке, когда вы гуляете поздно вечером И уже темно, можно смастерить ей светящуюся штучку на ошейник Можно взять какую-то вот светящуюся лампочку Вот у нас есть два светящихся мячика Розовый или вот такой вот светящийся мячик И из него можно достать, ой, светяшку И прикрепить ее самим к ошейнику Вот такую светяшку я, например, просто приклеила скотчем на адресник на ошейнике И теперь, если мы пойдем гулять очень поздно и уже будет темно Я всегда буду видеть светящиеся огоньки Эйвона Еще один лайфхак для прогулки с собачкой зимой Это намазать лапки простым вазелином Чтобы они не так сильно мерзли И не портились от химикатов, которыми посыпают дороги Ну вот, например, сколько стоит одна банка вазелина И сколько понадобится вам вазелина Если у вас, например, большая собака Вам постоянно его придется покупать Или где найти вот такую светящуюся штучку на ошейник У меня есть для вас, ребята, один лайфхак вместо этих двух Джум! Реально, ребята, вот эти вот ботиночки на зиму для Юмичу Я купила всего за 179 рублей По-моему, это очень круто И они прослужат нам всю жизнь И надо покупать какой-то вазелин А вот эти вот, например, светящиеся ошейники Я купила всего по 99 рублей за каждый То есть 200 рублей две штуки По-моему, куда проще, чем покупать вазелин Или делать какие-то самодельные светящиеся штуки Но, конечно, во многих местах они либо стоят дороже Либо намного хуже качества Поэтому я лично брала именно в Джум Кстати, в приложении это очень удобно делать Ну и, конечно, тут далеко не только вещи для питомцев Это вообще какие угодно вещи для чего угодно И все товары реально очень дешевые Их просто огромное количество И, кстати, никаких проблем с доставкой Все пришло очень быстро В отличие от многих интернет-магазинов Так что, ребята, если вы еще не в Джум Переходите по моей ссылке в описании И вы получите скидку 10% Не лежись! Вот, еще один лайфхак И даже, я бы сказала, DIY, который мы сегодня проверим Это свитер из носка Конечно, для большой собачки или кошки Вряд ли можно что-то сделать из носка Но для маленькой или котенка попробуем Берем носок побольше и отрезаем вот эту вот часть Там якобы можно еще сделать прорезь для ушек Но мы сейчас посмотрим, что у нас получится Если что, у нас кистиранные Просто они покрасились, испачкались Вот где-то на пятках нам нужно прорезать дырочки для лап Вот такой вот получился свитерочек на Юмичу И вот такой на киске Алиске Она притворяется мертвой Потому что, говорит, я не хочу ходить в этом свитере Только носочки, ребят, нужно брать побольше по размеру А так вообще прикольные получились такие вот свитерочки на зиму Для питомцев, чтобы они не мерзли Считается, что кошек дрессировать гораздо сложнее, чем собак И кошки вообще могут ходить где-то, где не могут собаки Например, залазить на какие-то высокие поверхности Как это делает Алиса постоянно И вот если у вас есть такое место, куда вы не хотите, чтобы кошка попадала, ходила То можно использовать либо двусторонний скотч, либо обычный скотч как-то так приклеить Потому что считается, что кошки не любят липкие вот такие всякие штуки поверхности Им это не нравится и якобы это работает Сейчас мы проверим Обклеила липкой стороной скотча лежанку вот так вот сверху И сейчас как-нибудь попытаюсь сюда заманить Алису Посмотрим, захочет ли она проходить по скотчу Так Ей явно не нравится У меня почему-то предчувствие, я взяла какие-то лакомства Что работать это будет и на кошек, и на собак Так Реально, ребята, не может пройти Ей не нравится, что Литка лапкой там щупает Юми такой нельзя, но она наверняка захочет тоже туда пробраться Нет, Юми тоже не подходит к скотчу Странно, Юми же любит эту лежанку Никто не решается пройти через скотч Это волшебство, ребята, посмотрите Эйвен как-то нашел способ туда пробраться Юми что сейчас за ним повторит? Давай, Юми, иди сюда А, Эйвен Да, бесит, да, не нравится Скотч делает все Может ты обойти попробуешь, Юми? Никак, никак Так, Юми догадывается обойти Но там все проклеено по кругу Так как же, как же, как же Я не ожидала, но этот лайфхак реально работает Очень распространенный лайфхак в интернете Это лакомство или игрушка вот здесь на телефоне Чтобы прикольно сфоткать собаку В моем случае сложно проверить, работает это или нет Потому что благодаря каналу MagicPets я постоянно снимаю своих питомцев Так, чтобы они смотрели в камеру Ну вот у меня лакомство И сейчас я не буду приклеивать на камеру А просто подержу сверху, чтобы ребята видели лакомство Я просто уверена, что мои животные будут это делать А вы попробуйте проверить на животных, которые не натренированы смотреть в телефон А вот давайте проверим-ка на Алисе Будет ли она это делать Смотри, Алис, это вкусняшка твоя Вот она, смотри Алиса! На вкусняшку Алиса не особо реагирует А что, если это будет игрушка? Посмотрит ли она в камеру? Кто помнит эту игровую станцию, в которую очень любят играть Алиса и Юми Чу Так вот, она, посмотрите, какое количество шерсти здесь Да, Алиска? Киса Алиса уже так подросла В общем, еще один лайфхак подходит для владельцев и собак и кошек Говорят, что если надеть на руку резиновую перчатку То ею очень легко убирать шерсть собачью и кошачью И у меня не лежит эту перчатку Так, попробуем Действительно, ребят, вот этот лайфхак реально работает Посмотрите, как легко резиновой перчаткой собирается шерсть Всего пару раз и я практически очистила от шерсти всю эту божью коровку При этом к самой перчатке не лежите ее Шерсть не прилипает и она остается чистой Лайфхак очень распространен в интернете И также я даже очень давно снимала видео и рассказывала про этот лайфхак Что если вам не удается почистить вашей собаке зубы Просто возьмите и нанесите зубную пасту на какую-нибудь любимую игрушку Очень удобно это делать именно на канатик И знаете, ребят, с тех пор прошло очень много времени И я хорошо проверила этот лайфхак на своем опыте Поэтому я вам скажу так Это действительно может помочь освежить дыхание собаки Но не почистить ей зубы Потому что этого просто-напросто недостаточно, ребят Даже если она будет грызть эту игрушку То она все равно не почистит зубы, как это было бы зубной щеткой Некоторые собаки настолько хитрые, что они вряд ли вообще будут играть такой игрушкой Так что этот лайфхак, ребята, именно для чистки зубов не работает Разве что освежить дыхание, да? Пахнет вкусно Можете писать, какие вы хотите, чтобы мы лайфхаки еще проверили Может быть у вас есть какие-нибудь прикольные идеи Че, не достаешь Юмичу? Это не твои лакомства Господи, посмотрите на это, а А пока переходите на другие мои каналы Magic Pets, говорящих питомцев и анимеджик И смотрите там ролики, ссылочки я оставляю, как всегда, внизу в описании И увидимся скоро в новых роликах Ах!